Промышленная революция 18-19 веков открыла новую страницу в истории. Началось формирование индустриального общества в странах Европы и Северной Америки. Новые заводы, большие корабли, длинные паровозы стали незаменимыми помощниками людей. Благодаря железной дороге появилась возможность более быстрого передвижения по необъятным просторам США, Канады, России. Скорость изменений поражала и одновременно пугала современников. В 1903 году в воздух поднялся первый самолёт. А всего через 16 лет уже был совершён перелёт через Атлантический океан. Начался век электричества, электрических и дизельных моторов, автомобиля, самолёта, телефона, телеграфа, радио. В чём же была причина столь кардинальных перемен? Во второй промышленно-технологической революции. Сущность таких революций состоит в ускоренном развитии новых отраслей производства, новой техники и технологии. Бурно развивались машиностроения, включая автомобильную промышленность, электротехническая и нефтехимическая промышленность. В общем, в чём главная фишка? Все хотели заработать денег. А в условиях честной конкурентной борьбы это сделать проще. То есть думай, придумывай что-то новое, улучшай старое, реализуй идеи, внедряй их в жизнь и получишь большой профит. Вот люди и рвались в бой. Они видели, что в этом был смысл. Те страны, где свобода предпринимательства поощрялась, оказались впереди планеты всей. В передовых странах промышленное производство уже преобладало над сельскохозяйственным. Люди из сёл переезжали в города. Число занятых в промышленности Великобритании, США и Германии уже в начале 20-го века превысило численность работающих в сельском хозяйстве. Бурный рост городов и городского населения был характерен для всех стран. Есть модное слово для этого процесса – урбанизация. Именно городские жители были основными покупателями товаров индустриального общества. В начале 20-го века началось массовое производство промышленных товаров благодаря конвейерным линиям. До этого массовым было только производство продуктов питания и одежды. Первый конвейер по выпуску автомобилей в США запустил Генри Форд в 1914 году. Массовое промышленное производство меняло быт и условия жизни людей. Даже в домах английских рабочих появились газовые плиты, в многоэтажных зданиях – лифты. Никого уже было не удивить швейными и пишущими машинками. Телефоны появились не только в конторах, но и в квартирах. США охватил бум строительства небоскрёбов. В Лондоне, Нью-Йорке, Бостоне, Париже, Будапеште и ряде других крупных городов массовым видом транспорта стал метрополитен. На улицах, освещаемых электрическими фонарями, появлялось всё больше трамваев и автомобилей. В начале 20-го века усилились процессы концентрации банковского капитала. Появились крупные акционерные банки, которые выдавали кредиты на развитие большим предприятиям. Следом начался настоящий бум создания крупных акционерных обществ. Как следствие, появилась фондовая биржа, где продавались и покупались акции предприятий, и крах которой в скором времени повлечёт за собой крупнейший в мире финансовый кризис. В США процессы концентрации в экономике сопровождались попытками корпораций установить цены по сговору, ограничить конкуренцию и получить дополнительные доходы. Люди начали возмущаться. Тогда были приняты соответствующие законы, целью которых стало регулирование конкуренции. В начале 20-го века происходило усиление роли государства в экономической жизни. Вот только формы и методы государственного вмешательства были различными. Если в США государство ограничивалось лишь регулированием, то во многих европейских странах государства напрямую участвовали в экономической жизни. Например, в электроэнергетике и на транспорте действовали государственные компании. К 1914 году во всех европейских странах были приняты различные системы социального страхования по случаю болезни, инвалидности и другие. Начала складываться система помощи малоимущим, был запрещен детский труд. В странах с католическими традициями – Франция, Италия, Испания. Был ликвидирован контроль церкви над школьным образованием. Государственная обязательная светская школа с бесплатными завтраками стала общим явлением для развитых стран Европы. Так получилось, что в начале 20-го века было два пути реализации накопленного экономического потенциала. Первый путь – мирный, путь реформ. Второй путь – военный, захват чужих территорий. Такой путь избрали Германия, Япония. В начале 20-го века сложилось единое мировое хозяйство, чего не было раньше. Теперь самые удалённые уголки планеты подключились к мировой торговле. Бизнесмены из одной страны расширяли свой бизнес в других странах. В те времена и вплоть до Первой мировой войны стабильность валюты обеспечивалась золотом. То есть государства не могли просто так печатать деньги, как сейчас. Должно было быть обеспечение этих денег золотом. Невиданной была массовая миграция населения. Так на рубеже веков за 40 лет из Европы выехало около 26 миллионов человек. Уезжали главным образом из Италии, Австро-Венгрии, Балканских земель и Российской империи. Люди бежали по разным причинам. Прорыв в экономическом развитии в конце 19-го – начале 20-го века совершили США. Главный фактор динамического развития американской экономики – это отсутствие жёсткой регламентации экономической и общественной жизни, характерной для многих европейских стран. Германия вышла на второе место в мире после США по объёму промышленного производства, опередив Великобританию. Если в США всё получалось благодаря экономической свободе, то в Германии важную роль сыграло государство. Несмотря на снижение доли в мировом промышленном производстве, Великобритания оставалась ведущей финансовой и крупнейшей колониальной державой. Британский фунт стерлингов был главной мировой валютой. Да-да, друзья, не доллар, а британский фунт стерлингов. Силу и одновременно слабость Великобритании составляла её колониальная империя. Она обеспечивала её мощь, и она же истощала страну. Вызов британскому могуществу бросила Германия. Её растущая мощь вызывала опасения со стороны Франции, которая теперь стала отстающей в этой гонке. Австро-Венгрия по уровню промышленного развития опережала Италию, но уступала Франции. Австро-Венгрию называли «лоскутной империей», потому что она была многонациональным государством. Именно нарастание межнациональных противоречий ослабляло австро-венгерскую монархию. Италия была европейским середнячком. Там исторически сложились два региона – быстро развивающийся промышленный север и бедные сельские районы на юге. Именно из Южной Италии люди уезжали на поиски лучшей доли за океан. В первые 15 лет 20 века из страны выехало 8 миллионов человек. Пятая часть населения. В начале 20 века общемировой тенденцией стала демократизация. Из стран Запада республиканские демократии сложились только во Франции и США. В других великих державах, а также Японии, пока ещё оставались парламентские монархии. Причём эти монархии отличались друг от друга. В Великобритании полномочия монарха были серьёзно ограничены. А в Германии и Японии император назначал и отправлял в отставку главу правительства. Вот там полномочия парламента были ограниченными. В 19 веке общим для передовых стран стало расширение избирательных прав граждан. С рядом ограничений больше мужчин получили это право. Женщины получили право голосовать лишь после 1918 года. А во Франции так вообще после Второй мировой войны. В 19 веке партии были больше похожи на дискуссионные клубы. А уже с начала 20 века партии становятся массовыми, централизованными, масштабными. Они начинают выпускать газеты, журналы, активно пропагандируют свои взгляды, формируют общественное мнение. Партийная жизнь в начале 20 века представляла три главных идеологических направления. Консерватизм, либерализм, социализм. Консерваторы опирались на земельных аристократов и крестьянства, выступали под лозунгом «Сохранение традиций и порядка». Либералы отражали интересы городской буржуазии, отстаивали идеи свободы и равенства. Главное соперничество велось между консерваторами и либералами, то есть монархистами и республиканцами. В начале 20 века либералы почти одновременно пришли к власти во многих странах. Однако и консерваторы оставались серьёзной политической силой. Они занимали ведущие позиции в Германии, играли важную роль во Франции, Великобритании, других странах. Консерваторы активно выступали против введения больших налогов для богатых, блокировали реформы либералов. В начале 20 века во многих странах всё больше сторонников приобретал национализм. Он был воинственным, граничил с национальной неприязнью и ненавистью. В конце 19 века появилась новая мощная политическая сила – социализм. Новые партии, опираясь на профсоюзы, выдвинули альтернативу капитализму. И многим такая философия пришлась по душе. Образованный в 1889 году второй «Интернационал» объединял свыше двух десятков социалистических, социал-демократических и рабочих партий почти всех европейских государств. Они придерживались идей марксизма. И все были едины в осуждении капитализма. Думали, как от него избавиться – революцией или реформами. На рубеже 19-20 веков во всех индустриальных странах начался подъем рабочего движения. Забастовки с требованием улучшения условий труда становились массовыми. Повсеместно создавались профсоюзы. Друзья, на этом всё. Это был первый параграф за 10 класс. Увидимся в следующих видосах.